Всем привет! С вами Эдгар. И, конечно же, мой видеоблог мысли от Эдгара. И это грёбаный купленный ролик. Новая рубрика, где вы можете купить, за бабло, конечно же, тему, которая вас интересует. В этом видео Димон купил такую тему. Его, значит, интересует, как найти себе друзей, как избавиться от одиночества, и как сделать так, чтобы не помнить прошлое, не вспоминать его, короче говоря, не зацикливаться на нём. Так что я отвечаю тебе, Дима, на твой заданный вопрос. Прежде чем вообще что-то говорить, нужно понять, что такое друг. Сколько их бывает? Какие они бывают? Нужны ли вообще они? По своему опыту я вам скажу следующее. Мне 31 год, и друзей... Ну, может быть, сейчас ничего нового не скажу, но всё-таки... Друзей не бывает много. Бередише вообще не бывает. Я больше к этому склоняюсь. Потому что у каждого человека есть, конечно же, какие-то... Ну, если грубо, корыстные цели по поводу вас. Интерес есть у каждого человека. Просто так никто ничего не делает. Это я отталкиваюсь от следующих фактов. Человек не может отказаться от пищи, от сна, от секса. В общем, есть ряд вещей, от которых человек, ну, никак не может отказаться. Соответственно, он не может быть в априоре полностью искренним. От души прям таким вот человеком. Если вопрос касается одной из вот этих трёх составляющих человека, да, от чего он не может отказаться, то тут уже человек задумывается, он вообще друг или не друг. Удобно ему сейчас быть другом или неудобно на данный момент быть другом. Так что дружба – это такая вот относительная штука. Удобно – то друг. Неудобно – значит не друг. Просто знакомая, а то ещё, глядишь, и враг. Те люди, которые были хорошими друзьями, и вдруг судьба распределилась каким-то образом, что они больше не друзья, то это очень часто переходит в заядлых врагов. Просто обычно враг – это не настолько страшно, как друг-враг. Потому что друг-враг знает про тебя, блин-блински, всё. Или есть другой вариант, когда просто люди теряются и всё, забыли про друг друга. Забыли, забили вообще конкретно. Вот после того, как я выдал такое количество информации, качественная эта информация, понимаете, жизненная, качественная, хочу тебе сказать, Димон, Дима, Дмитрий, не всегда есть хорошо иметь друзей. Лучше пусть будет не одного, чем у тебя будут друзья, которые будут, ну, такие якобы друзья, которые в любой момент, если что, тебя сдадут. Ты попадёшь просто в такие ситуации. Но, если ты всё-таки хочешь иметь друга, тут что нужно делать, чтобы избавиться от одиночества? Нужно ещё рассмотреть такой вопросик одиночества. Что такое одиночество? Одиночество – это тоже неплохо. Не есть плохо. Одиночество есть хорошо. Одиночество – это момент, когда человек может размышлять, собрать в кучу свои мысли. Человек вообще по природе одинок всегда. Это природа человека. Так как ты прибыл сюда, твоя душа прибыла на планету Земля, твоя сущность, в своём понимании, в одиночестве, и уходит из этого мира в мир иной, тоже в одиночестве, ты с собой не возьмёшь ни друзей, ни предметы, которые ты приобрёл, приобрёл. Вообще ничего. Ты с собой заберёшь только свои мысли, эмоции и всё то, что ты здесь понадумал. Так что одиночество, по идее, это нормальное явление для твоей души, для человека. Просто люди почему-то неправильно относятся к этому. И вот я одинок, что мне делать? Да мне одному, знаете, как хорошо, когда задумываешься, спокойствие и всё такое. Но человеку для получения опыта жизненного, чтобы душа развивалась, сущность твоя приобретала какие-то новые навыки, нужно контактировать, естественно. Из-за этого человек стремится с кем-то общаться, находить друзей. Тут нужно понимать просто, для чего тебе нужен друг. Не каждый понимает, для чего он хочет с кем-то познакомиться, пообщаться. Просто в человеке это заложено. Понимаете? Нужно тут глобально размышлять, философию какую-то включить. Человеческая душа, сущность, хочет приобрести новые мысли. Чтобы их приобрести, вам нужно контактировать с обществом, с миром, с природой. Больше всего на контакт, конечно, идут существа из твоей же стаи. Люди, человеки, человекообразы, существа такие есть. Люди, которые себя называют человеками, но современное человечество, это человечки, людишки больше, чем человеки. Деградирующее общество. Ну ладно, тут как бы это не так важно. Так вот, если тебе нужен друг, это естественная потребность души. Находи друзей беспроблемно. Вот у тебя вопрос, как это сделать? Есть ли у тебя какие-то комплексы? Ты, как человек, ну как, может быть, скромный, может быть, лузер, мало ли, разные бывают люди. В любом случае, тот человек, который не может познакомиться с другим человеком. С каждым не познакомишься, и это и не надо. Постарайся найти знакомство в каком-то хобби. Проще всего это делается через какие-то общие интересы жизненные. Вот посиди, подумай. Ты сам что любишь по-настоящему в этой жизни? Не важно, что это. Ты любишь рисовать, собирать-разбирать кубик-рубик, я не знаю, в машинах разбираешься, в звездах разбираешься, философствовать любишь. Ты играешь, я не знаю, в хоккей, ты фанат чего-то. Вообще не важно. Что-то, то, что ты любишь по-настоящему и готов про это говорить долго, нудно и много. И вот когда от тебя устают, когда ты про это говоришь. Вот тебе нужно найти людей, которые тоже в этой сфере. Той человек, который на эту же тему будет говорить долго, нудно и долго, он найдет себе друга. В хобби, в разных хобби, могут быть люди разного статуса. Например, люди, которые любят собирать там спичные коробки, коллекционировать там или бабочек, или ну что-либо там, не знаю, картины. Может быть, как мультимиллионер, также и какой-нибудь бомж. И эти люди при встрече, когда заговорят на какую-то тему, которые им нравятся, вот, хобби, то они на этот момент являются друзьями. В обычной жизни, если человек не лузер, не стеснительный, да, вот есть у него корейфан, дружбан, да. В основном эти дружбаны и корейфаны друзья только потому, что очень много совпадений в интересах. вы вместе цепляете девчонок, вы вместе где-то тусуетесь, вы вместе деретесь где-то, лазаете, что-то делаете, вы вместе о чем-то говорите. Много совпадений. Друг – это тот человек, у которого очень много совпадает интересов с тобой. Или есть еще такой вариант. То, что в тебе нет, ты ищешь в нем. И то, что в нем нет, он ищет в тебе. Если попадаются два таких человека, они взаимозаменяют друг друга. Например, ты можешь кричать на кого-то, орать, и тебе пофигу. А вот он, например, стесняется на кого-то орать и кричать. А вот у тебя, например, не получается с кем-то что-то договариваться, делать какой-то там бизнес или чего угодно. У тебя получается, а вот у него это не получается. Орать может, а вот бизнес строить нет. И тут получается, два человека находят противоположность друг друга. И это дело между собой как-то стыкуется. Это может длиться, как и всю жизнь, а может и длиться до поры до времени, пока интересы не потеряются. Как только теряется интерес и чаша весов перевешивает, например, человеческие вот эти потребности, желания его, то он дружбу поставит в бок и будет делать свое дело. Не забывайте про это. Так что, если ты хочешь найти друга, вообще друзей, с кем общаться, если у тебя нет какого-то хобби, то приобрети это хобби, начни чем-то заниматься. Потом активно внедряйся в это дело. Как бы сидя на диване, ничего не делай, естественно, как ты найдешь себе друга. Любишь ты какое-то дело? Ну, участвуй в этих мероприятиях, в кружках, в интернете как-то находи места тусовок по своему интересу. Добивайся того, чтобы вы вживую встретились. Я тебе могу гарантировать стопудово одну вещь. Если противоположный человек по одному и тому же хобби, которое нравится тебе, скажешь, давай увидимся, то стопудово ему будет интересно говорить именно на эту тему. Старайся. Вот все вокруг, около хобби. Бывают такие моменты, если, например, люди общаются, и тут бац, вы уходите в другой разговор. Разговор, например, бизнеса. Это не касалось хобби. То тут у вас не совпадение, он говорит, ты что несешь там, и все такое. Хочешь друга, начни с хобби, говори о хобби. Будь там, где это хобби. И там ты найдешь очень много друзей. Одиночество. Я сказал, про одиночество не задумывайся, это нормальное, естественное состояние. Это даже хорошо. Ты на это еще и жалуешься. И такой вопросик, нужно ли жалеть о прошлом? Я вот записал себе, как-то вот он задал вопрос, жалеет о прошлом человек. Дима жалеет о прошлом. Прошлое – это просто информация, которую ты каким-то образом приобрел. На данный момент… Нужно ли вот жалеть о прошлом? Остальедь. Да. Остальедь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нужно ли жалеть о прошлом? Прошлое это просто информация Многие жалеют о прошлом только потому, что в своем настоящем и будущем не видят ничего интересного Они думают, что то, что было в прошлом, такое не повторится Просто в вашем прошлом вы зацикливаетесь на каком-то событии, которое для вас является каким-то интересным, вкусным Где вы не постеснялись, например, что-то сделать И в этом процессе получили то, что вы хотели Порадовались этому делу Где у вас что-либо получилось И вот многие люди зависают на таких моментах Где у них, ну, прокатило, короче говоря И вот все, они как бы влюбляются в свое прошлое Живут своим прошлым И вот только этим моментом Как им хреново, они сразу вспоминают, как у них один раз что-то получилось И когда вы так зацикливаетесь на таких моментах То у вас ничего не будет получаться в настоящем и в будущем Вы думаете, что вот у вас один раз получилось и все, как бы на этом Больше такого не будет Пробуйте, забудьте то, что вы делали Это уже не так важно Важно, что сейчас Просто вот рискуйте, пробуйте Вот конкретно тебе, Дима Просто делай, понимаешь? Не думай об этом Ну не получится, да и хрен с ним Это не так важно Ты попробовал сам процесс Сам процесс важен Участие Так что дерзай Пробуй Даже если стесняешься Да пофигу Кто там что скажет Пофигу вообще Без разницы Находи себе друзей Общайся с ними Потом, если у тебя все получится Ты сам сядешь и скажешь Блин, что я парился вообще Надо было давным-давно подойти Надо было давным-давно это дело сделать Многие так говорят И потом сидишь думаешь Блин, что столько времени терял? Фигней страдал Потому что стеснялся и все такое Понятное дело Так что Всем пока Если есть вопросы Пишите Интересует какая-то тема Лично ваша? Пожалуйста Покупаем тему Эдгар делает вам Гребанный платный расклад Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok